Привет зритель, была я тут в фикс прайсе на днях, но что-то записать обзор у меня случилось только сегодня И что я там купила? Чек у меня вообще сейчас хрен знает где, но я помню еще, по-моему они по 27 рублей Или 27.50, так-то так, вроде все-таки по 27, тут 100 штук И они выглядят вполне себе вменяемо, у меня есть ватные диски, у меня еще есть 2,5 упаковки акварели или как там ее из светофора, которая была в пустых баночках прошлого месяца И я не очень о ней так хорошо отзывалась И я обычно покупаю каждодневные ватные диски, но так как ватных дисков у меня сейчас много, но тут что-то увидела И посчитала, что в принципе их не особо по разнице и дорого покупать, допустим, относительно тех же 100 штук, точнее 80 штук есть И 120 штук каждый день, я не помню сколько 80, 120 стоит 35 рублей или как-то так Тут 100 штук, они 27 рублей, я решила дать им шанс И если они мне понравятся, то может быть буду ездить иногда в фикс прайсе, закупаться ими сразу, так, несколько штук про запас Вот они выглядят как-то так более плотно и будто бы прошиты по краям Первый раз таки я вообще вижу подобные диски Аурокластик 100 штук Слушайте, я даже ее открою Удобно так открывается И он действительно такой вот, будто прошитый по краю Мяконький такой У меня когда-то давно, когда я на сессии в Кульке была, в Ярике, на Пятерке жила в общаге Были подобные ежедневки В смысле вот так же, вот по краям тоненько И они такие на последние дни Месячных подходили, или допустим на первые дни, вот когда так еще непонятно На первые дни хотя вряд ли подходили, но такие очень хорошо впитывающие Высокие такие ежедневки И вот это вот напоминает мне эти ежедневки Мальчики, если вы вдруг узрели этот обзор И вас покоробило, ну извините Хотя, не знаю, мальчики смотрят вообще покупки из фикса Мужики, вы что не покупаете в фиксе? Или только своих девушек туда посылаете? Или вообще не знаете про фикс? Короче, вот такие вот ватные диски Визуально и на ощупь они мне нравятся Они, конечно, вот отличаются, допустим, от ватных дисков Каждого дня, но тут я его помяла Он у меня немножко расщепнулся Вот я его расщепнула И такое ощущение, что это мешочек такой тканевый, тоненький Хлопковый А внутри у него ватка Лёля зверски Обошлась ватным диском Вот изнутри он вполне себе тоже похож на ватный диск Такой хороший, мягкий В общем Аура, классик, ватные диски Ультра мягкие, 100 штук, Cotton Club 27 рублей в фикс прайсе Думаю, что я буду их покупать Как-нибудь специально, может, съезжу Но вообще фикс прайс у нас далеко от меня находится Если я поеду в тот конец как-нибудь за чем-нибудь То специально зайду в фикс прайс И если там будут такие диски То куплю сразу про запас Чтобы никуда не рыпаться И не напрягаться, что они там закончились Или ещё что-то Я считаю, что нормально За 27 рублей 100 штук Но я их уберу пока в запасы Потому что у меня вот те ещё есть Может быть, когда закончится эта половинка пакетика Акварель или как там её аквель Короче, светофорских голубых ватных дисков Когда закончится, я не буду юзать вот эти Но этот ватный диск я сегодня не спробую Даже когда буду смывать помаду От Avon Матовая, подарок от подписчицы Лёльки из Тюмени Я купила себе, мне надо было вот таких штучек Я когда-то покупала, но в другой упаковке тоже Один раз покупала в чёрном коде Один раз как раз в фиксе Я купила в итоге что-то две упаковки Они были по 55 рублей, это не то А я что-то давно вообще не видела нигде И последний раз я вообще покупала По-моему, в чёрном коде за 100 сент Те же 6 штучек Вот Китчен Набор форм для кексов и маффинов Мне не то, чтобы там кексы или маффины Я тут как-то делала в микроволновке Что-то по типу кекса за 5 минут Нашла рецепт на одном сайте Вообще нашла один крутой сайт Потом внезапно узнала Я вообще с телефона смотрела Потом с компа посмотрела Это сайт какой-то мадам Которая изобрела пару книжек Выпустила на литрец даже поварских И ещё там куча всяких людей В основе шинского пола Которые выставляют рецепты Обсуждают их Другие люди делают Те же пользователи По ним рецепты И скидывают там свои отзывы Фотоотзывы Пишут, что они там изменили И как это вышло И я их сайта уже делала Вот за 5 минут кекс какой-то в микроволновке И по-моему даже на хоккейт скидывала И халву В общем мне очень понравилось там Что действительно проверенные рецепты И вот как раз я ещё хотела сделать Если не маршмеллоу То суфле Ну не суфле, короче Зефир, ну может даже маршмеллоу И вот мне как раз надо было Штучек 6 силиконовых таких хреновинок Ну и вот кексики Если делать в микроволновке То тоже надо силиконовые хреновинки А у меня только из фольги Такие хреновинки В микроволновку их не засунешь Ну а другие, которые у меня есть Они у меня исключительно Как формочки для мыла Так что вот я сейчас одну даже вскрою В принципе всё равно это надо вскрывать Пахнет правда не особо Она их наверное промыть будет Или где-то просвежить В общем максимально 220 Минимально минус 40 Вот буду знать Что в силиконе Значит всё-таки максимум 220 Потому что у меня есть Силиконовая формочка с обезьянкой Созона Но я не помню сколько она Вот максимальная температура Тогда я не буду больше 220 в неё делать Не то чтобы какой-то супер неприятный запах Не пойму что напоминает Даже вроде как знакомая Может быть вот этой самой резиной и пахнет Там где у меня Подписано что-нибудь где-нибудь Что у нас тут в составе-то Можно использовать не только для выпечки кексов и пирогов Но и для приготовления порционных блюд Из мяса, рыбы, овощей Подходит для духовки Микроволновой печи Из заморозки Выпечка протекает равномерно Не прилипает И не пригорает Даже без масла Ну понятно что силикон Куда там это масло Состав силикон А я сказала силикон Я думала резина Ну в общем это силикон Но Воняет он какой-то Резиной Ну и вот тут голубая Такая как бы Зелёная И между В общем Холодный Красный Почти бордовый Тёмная вишня Матовая Тёмная вишня Тёмная вишня Разбавленная Белой гуашевой краской Я так понимаю что они все Вот такие Там вот нету допустим Чисто голубых Чисто зелёных Или чисто Молочно-бордово-красных В итоге я ещё Одни раздерябила В принципе я же их купила Чтобы раздерябить И использовать По назначению Я сейчас хочу печенье Одно попробовать У меня даже есть То на чём я хочу Это попробовать И я после вот этого ролика Обозлю То Про что я сейчас говорю В общем у меня тут Четыре голубых Штучки Может их на балкон Сейчас выставить И там прохладно Но как-то Не будет так Термоядинно вонять Просто жутко вообще воняет Вот я у них до этого покупала Ну немножко другой формы Кругленькие просто Такие рифлёные Но они так не воняли Ну ладно Фикс прайс Чё ещё ожидать Удивительно что он вообще Форму держит И не сдохну Так Я купила себе мышку За 77 рублей USB Сейчас даже при вас Её попробуем Узнаем У меня есть одна мышка USB Она с 2011 года В общем ей много лет Уже она у меня Genius И я её покупала Когда Асусовский нетбук Покупала Да у меня вообще тут Три два складушки Компьютер И Маленький планшетик Не считая графического Ну графический Он как бы не компьютер А вот планшетик Короче Lenovo Он у меня живёт С этой Маленькой мышкой USB Так как я сейчас Асусом не пользуюсь Ну вообще его надо Как-нибудь достать Обновить 19-ку на 19,2 Миндматы Ну это много времени Займёт На как-то специальный день Выбирать А ещё у меня есть Вот это счастье Которое Заменялось клавой Я её всё пыталась Продать В итоге Пришла к выводу Что легче оставить себе Мне конечно Пообещали Из Японии Красивую мышку Возможно С какой-нибудь Анимешной фигнюшкой Но когда это ещё будет А если Внезапно Всё-таки И правда Будет 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 Когда вот это наступит Когда То у меня будет Каждая складушка Со своей мышкой Если это конечно Живучая И не сдохнет Удобная форма Рифлёное колесо Прокрутки Плавное движение Курсора Фларкс Мышь компьютерная Проводная Оптическая Мышка Без хвостика Денис подарил Подписчик Спасибо ему Она прожила ровно Три года А Клик Хорошая мышка Но у неё колёсико Перестало Функционировать Хотя без колёсика Она мне на ноутбуке Вообще не холодно Не жарко Так там бойся Б я её подсоединила USB-шка Вот с этим хвостиком Блютузным То было бы И пофиг Что там колёсико Прокручивается Эффекта нет Можно как-то и так Провести Но если Мышка С умершим колёсиком При наличии Тачпеда То нафиг Тогда эта мышка Ну в смысле Она умерла Правила эксплуатации Подключите устройство К USB-порту Компьютера Или ноутбука Подождите Пока загорится На нижней части Компьютера и мышки Срок службы 2 года 800 ДПИ Срок годности Не ограничен Сделана она В апреле 19-го года Ну и сделана Она у нас Китайцами АБЦ И полипропилен Мышка Пожалуйста Не воняй Как те Контейнеры Не контейнеры Точнее Эти формы А то Прям вообще Какой-то Я даже вот по-моему Свалю на кухню С этого аромата Напишите в комменты Люди Если вы покупали В фиксе Вот эти Фиговины Воняли ли они у вас Так непонятно чем Препротивно И долго ли это воняло Мышка Ну в общем Считается Такое поверье Что если вы Приджите с улицы То электронику Надо немножко Подержать Хотя бы Полчасика Чтобы она Адаптировалась Температуре Если на улице Холодно Тут она уж Это не А3 Наверное как Режит Вполне себе Адаптировалась Тоненький Такой хвостик Мышка не пахнет Сейчас мы Это счастье Включим Я на нем Монтировала Вчера ролик И она у меня Вот удивительно У меня Lenovo Так и не смогла Обновить эту На 1903 1903 Персию винды Ей там то места Мало То что-то Не состыковать С Lenovo А вот эта Престижа Она обновилась И вчера Она еще обновлялась А и до этого Дофига обновлялась Сейчас уже обновилась До 1909 1909 Винды Нафига Эти обновления На Linux Там хоть понятно Какие-то запчасти Еще что-то Хотя тут на Linux У меня За два дня Три раза Точнее За сутки Два раза Обновилось ядро Я сначала думала Может оно неправильно Обновилось Обычно как бы Ядро обновляется Не надо перезагружаться По большей части Но тут приходилось Перезагружаться На этой части Включаем Ботаны Включаются Я достану Последнюю вещь Которую я хотела Подозреть Так Пакетик У меня ни с какими Дырочками Нет Мне нужен пакетик Под перерабатываемый Мусор Пустота А это от этой штучки Короче От коробочки С Этими Силиконовыми Хреновинами А у меня тут птичка Короче Сейчас мы это Берем Пароль Доступа В прямом эфире В прямом эфире Практически Точнее Вообще Вот так Сейчас мы это Воткнем Колесико Сразу Загорелось В смысле Мышка Быстро Опозналась Настройка Устройства Мы настраиваем USB Мышку Короче говоря У меня тут и Мозилла И этот Эксплойер Все Настроилась Отличная мышка Слушайте 77 рублей Мышка Счастье Есть Я теперь могу Спокойно На автомате Допустим У меня одно Будет монтироваться Другое Будет монтироваться Пока одно Монтируется Одно оптимизируется Другое Будет монтироваться Пока одно Оптимизируется Другое Будет монтироваться Скажем так Или На одном Может оптимизироваться На другом Тайпиться Я сегодня Планировала Потайпить Но у меня Человек в гости Пришел внезапно Без предупреждения Заранее Скажем так Ну и Короче Не придется Мне перетыкать Мышку туда и обратно. Вот отличная мышка. 77 рублей. USB. Фикс прайс. И то еще, что я хотела обозреть последнее. 199. Называется это домашний костюм. Женский костюм. Шорты плюс майка. 100% хлопок. Размер 44. Это хлопок. Там еще какая-то страшная синяя маечка была с какими-то аляпистыми цветами. Полиэстер и еще какая-то химия. 95% полиэстера и 5% еще какой-то типа полиэстера. Я так посмотрела. Сначала думала, ну купить может, чисто дома ходить. Или вместо ночнушки. Но оно как-то, если вдруг какие-то звуки вы услышали такие скребящиеся, у меня кот с ума сходит, шизеет, ему скучно. Я тут на камеру что-то снимаю, а ему хочется, чтобы я ему внимание, короче, уделила. В общем, я посмотрела, эта кофта какая-то страшная, искусственная. И 200 рублей за страшную, стрёмную синтетику, в которой, я не знаю, мусор, наверное, если только выносить ночью, казалось, никто не видит. Я когда в прошлом году сюда переехала, уже когда квартира официально стала нашей, я что-то по ночам шастала. Мне так нравилось по ночам выходить, выносить мусор. Народа нет. Ну, иногда каких-то соседей натыкаешься, а так народа нет. Круто. Никто тебя не видит, по мостам не ездит. В общем, вот, у меня такая фишка, что у меня есть пижамка, и она почти пол... Есть пол пижамки, шортики сдохли. Ну, там резиночка вылетела, я тогда решила ставить эту резиночку другую, и они так поехали. Есть просто пижамка, которую мне подарили как-то, друзья. В общем, такие шортики маечка. Есть еще шортики маечка, но они уже такие, там вот шортики никакие, а маечка можно просто носить. И одна единственная сорочка. Я хотела какую-нибудь пижамку. И тут увидела, думаю, есть интересно фикси пижамки. Пижамок не было, были домашние костюмы, но там один костюм был. В общем, там некоторых разных расцветок. Вот такой еще, там два типа расцветок. И от 42-го по 48-й я видела эти размеры. И можно, в общем, причем посмотрела, что 42-й, что 44-й, сравнила один в один. Ну, взяла 44-ю, потому что в упаковочке был только 44-й. А так без упаковочки лежали, видать, люди распечатывали, не знаю, зачем, растряхивали. Я посмотрела там, и оно как бы больше смахивает на пижамку, чем на домашний костюм. Ну, что я тут все говорю, надо показать вам. Вот такое вот, оно сложенное. Тут у нас зеленые штанишки, оно еще с клипсой, прикиньте, скреплено. В общем, такая вот клипса, как вот бултсная, нельзя собачить. Ну, короче, она похожа на заколочку продажную. Кот безумствует. пижамка. Шортики. Вот шортики, короче, вот такие. Мягкий хлопок, сто процентов. И какие-то супер малюсенькие карманы. Я туда засунула руку. Ну, кулак туда зайдет. Суть-то ни в чем, рука-то влезает, но тут такая малюсенькая дырочка, вообще не понимаю, вот там туда что-то залезть, вот, чтобы положить. Это она будет очень сильно умудриться. И при этом шире-то не китайцы делали-то вражки. Ну, и вот еще один такой же кармашек. У меня есть пижамка, на которой есть кармашки с шортиками. Так что, я думаю, пижамка с кармашками вполне может быть. Не очень понятно, почему штанина снизу длиннее, сверху короче. В чем прикол. Там еще что-то было с белыми шортиками, кстати. Ну, я потом, сегодня, может, ее обиходую. И вот такая, вот, футболочка. Что у нас такое? Какой-то секрет очень мелко написан, на Инте секрет вроде. 100% хлопок, 44. Ну, не совсем России, но то, что когда-то было Россией тоже, в смысле, Советским Союзом. Произведено в Кыргызстане. Привет, Кыргызстан! Знаю, что кто-то меня оттуда вас смотрит иногда. Стирка при температуре до 30 градусов. Не отбеливать. Утюжить при низкой температуре. химическая стирка запрещена. Не сушить в центрифуге. Что это такое, центрифуга? Вот такая вот маечка. Ну, мы вполне себе нормальная пижамка. Вот эту хрень отклеиваю. Куда-нибудь на руку прилеплю пока. Цена товара 199 рублей. Вот такая вот замечательная у меня пижамка из Фикс Прайса. Всего лишь за 199 рублей. Дешевле даже там, где я раньше покупала пижамки ивановские по скидке. Вот последний раз пижамку я покупала что-то рублей за 400. Причем такую же вот коротенькие шортики и маечка. Вот такой обзор у меня из Фикс Прайса. Всем спасибо за просмотр. Делитесь в комментах своим мнением по поводу того, что я купила. Может быть, вы покупали тоже что-то подобное или хотели бы себе купить. Или вау, такое есть, надо пойти купить. Ну и всем пока!